МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Секонд-хенд это для людей небогатых. Значит, жизнь пока не удалась. А вы можете представить, что когда-то бэушная одежда и мебель были в почете? Комиссионки были потребительским Эльдорадо, где можно было добыть любую мечту. И история этих магазинов очень интересная. Первые комиссионки появились в конце 20-х годов. В грязной голодной Москве одежду покупали в основном на барахолках. И секонд-хенд тех времен был очень дорогим удовольствием. Заношенное зимнее пальто стоило двух зарплат рядового московского служащего. Власти решают, с уличной торговлей бэушными вещами пора кончать. И на Никитской открывается первый магазин комиссионной торговли, который стал сразу очень популярным. В царской России такого не было. Поношенные вещи отдавали бедным, но никто не продавал. И вот эта продажа поношенных вещей, она началась тогда. Тогда были еще и магазины такого закрытого типа, где продавали конфискант. Но это были магазины, куда можно было прийти только по специальному разрешению. В комиссионках закрытого типа продавали изысканную обувь, ювелирные украшения, меха. Все, что новой власти отняли у поверженного буржуйского класса. Подруги новых героев жизни не думали о том, как были изъяты эти вещи. Никаких угрызений совести, никакой излишней брезгливости. Хозяева этих манто были изгнаны за границу, посажены в тюрьму или убиты. А манто остались смотреть, что будет дальше в России. Но массовым явлением комиссионки не были. Все изменилось в 1953 году, когда ЦК КПСС и Совет Министров приняли постановление о мерах дальнейшего развития советской торговли. Было признано официально и громко на всю страну. В условиях острой нехватки товаров народного потребления нужно разрешить пускать их по второму кругу. Поносил немножко, отдай другому. Идея хорошая и удобная всем. Комиссионки одна за другой открываются в Москве и каждом крупном городе страны. Но кто бы знал, во что выльется вся эта комиссионная торговля? Те, кто торговал в магазинах государственных, они получали то, что называется оптом, партией, что страна закупала. В комиссионке это всегда эксклюзив. Комиссионка – это всегда вещь. Почти всегда в единственном экземпляре туда несли все самое интересное. Одежда, обувь, украшения, хрусталь, парфюм – все в одном магазинчике. Поэтому все сотрудники комиссионных магазинов, начиная от грузчика и заканчивая директором, чувствовали себя элитой московского общества. В стране победившего дефицита они были рядом с вожделенным импортом. Мы начинали работать в 11, и в 10 уже стояла очередь, чтобы забежать в магазин, особенно это было в субботу, потому что зайти, быстренько все это выбрать. Хотя это все стояло с вечера, и ночью магазин не работал, никто ничего не привозил. В комиссионку было чрезвычайно трудно сдать топорное изделие нашей промышленности. А вот что-то заграничное – всегда пожалуйста. Продавцы. Они могли пойти в автомат или где-нибудь там позвонить своему. Тут же приезжал человек, они показывали, он покупал, и тут же платил деньги, тут же отдавал деньги. Это вот в какой-то степени, знаете, кооперация, как НЭП своего рода. А, Леонид Александрович, люстра? Ну, слава богу, наконец-то. А какая? Хрустальная. А с весельками? А, ну да, с подвесками. Ну, прекрасно. Спасибо, держите, я еду. Спасибо. Героиня Вера Алентовой удачно вышла замуж за обеспеченного человека и начала охоту за люстры для новой квартиры. Настоящая спецоперация. Сначала звонит осведомитель, свой человек из комиссионки. Хватается такси, нервы на пределе, вокруг люстры уже собираются конкуренты. Можно было на два часа отложить. Это предполагалось, что за два часа ты должен был позвонить, и человек за два часа должен был приехать, ее выкупить. Если он не успевал, а уже стоял покупатель, ну, значит, все-то пролетело. Значит, этот покупатель, он просто стоял, ждал, когда кончатся эти два часа. Продавца, придержавшего товар, всегда благодарили. Если помог отхватить какую-нибудь кофточку, сверху трешка. Если мебельный гарнитур, то 25 рублей. Ой, ты не надо, не надо, не надо. Ой, ты не надо, где на десятку больше. Хоп, молодец. Иначе попробуй не положить, потом он тебе не позвонит. Особенно престижной считалась работа на приемке. Должность эта называлась товаровед-оценщик. Смотрел на граждан он обычно сверху вниз. Сдать на комиссию, это еще должны принять на комиссию. Это еще надо, чтобы... Вот, они решали судьбу. Они могли принять на комиссию и могли не принять. Даже при виде удивительной, красивой и ценной вещи товаровед-оценщик сохранял непроницаемое выражение лица. Чтобы человек не подумал, что можно назвать большую сумму, задача советской комиссионки была предельно рыночной. Купить подешевле и продать как можно дороже. Всегда очень много народу было. И там, когда там отстоишь очередь, в общем, неприятную процедуру скажу, честно. Оценил 400. Давай, тебя, может быть, плохо слышат. Почему 400? Что, произошло снижение цен? Почти всех приемщиков в комиссионках можно было назвать пижонами и тонкими психологами. Эти не по-советски нарядные, надушенные дорогим одеколоном люди с первого взгляда могли определить, кто принес на комиссию вещь и можно ли его обдурить. Износ 10%. Она же совсем новая. А что вы думаете на этот счет, Матеря Семеновна? Я еще не встречала ни одного с датчиком, который, по-честному признался, что он принес надеванную вещь. Если граждане выглядели как эти, уж очень интеллигентные, в мире вещей не разбираются, то цена резко занижалась. Оценка 150. Не слишком дешево. Кого-то обманули с шубой, других с югославским мебельным гарнитуром, кого-то с невероятной ценностью тех времен каким-нибудь магнитофоном. Аппаратура. Сцена с Грюндиком. Классика нашего кино. Как обещал. Магнитофон Грюндик. Четыре дорожки, стереофония, элегантный внешний вид. Но, но... Абсолютно новый лично сам проверял. Ну, выписывайте. Я все помню. 80. Я не мог понять, для кого такая продукция. Кто может столько зарабатывать денег, чтобы позволить себе это купить. Ведь был недоступен даже простой магнитофон. Катушный в советский магазин. Москвич Борис Чухонцев заболел аппаратурой, когда она была не бытовым прибором, а мечтой. Сегодня у него огромная коллекция домашней техники советской эпохи. Сейчас это стоит дешево. И сердце от вида магнитофона бешено не бьется. А тогда он приходил к любимой комиссионке и просто разглядывал витрины и людей вокруг. Денег на покупку не было, но хотя бы просто рядом постоять. Жизнь кипела там ужасно. Конечно, там творилось то, что даже трудно описать. Он был самый популярный магазин. Там толпы народу, свои продавцы, свои спекулянты. Там работали сотрудники ОБХСС. Прямо на автобусе стояли, просто стояли на автобусе. Симочка, ты же не в лесу. Ребята не отделятся в коллектив, в коллектив все в коллектив. Сотрудников ОБХСС и боялся легендарный Дима. Зарплата у него была 110, а жизнь он вел, как говорится, непосредством. Хорошая квартира, дорогая мебель, модно одетая жена, вечеринки с импортным спиртным, дача и лучший автомобиль тех времен. Не составляло труда позвонить официантам в Арагве и сказать, Леш, я сегодня к тебе приду, мне стол зарезервируй. Или мне надо было пойти отдохнуть с женой и с приятелями в гостиницу «Космос», куда вообще по пропускам поискали. Я звонил приятелю и говорил, я сегодня приду, ты мне в лунном столик зарезервируй. Георгий Бун работал в 70-е в комиссионке мебельной. Самым ходовым товаром тут всегда были диваны. В советское время они были ненадежные, часто ломались, обивка быстро изнашивалась. А где взять другой? Вот вещь. Сейчас все из ДСП нашлепывают, обклеивают и говорят, так-то совсем работа-то разучились. Тогда очень пользовались спросом эти диваны-малютка, да, там постоянно вот раз звонок, там, вот малюточку мне нужную. Ну, не вопрос. В комиссионке улетали даже самые потрепанные жизнью диваны. Каждая семья начинала устройство быта с покупки этого предмета мебели. В Москве в то время строилось огромное количество жилья, и радоваться новоселью мешал острый мебельный дефицит. Татьяна Бронзова и Борис Щербаков – известные и любимые всей страной актеры. Люди, которые сегодня живут в роскошном особняке, набитом антиквариатом. Их доходы позволяют скупать и дорогие иконы, и картины, и старинные предметы быта. Ну, какой старинные, древние какой-то. И ведь кто-то кладил, шипело все это. Это революционная куча. Собирать эту коллекцию они начали еще в начале 80-х. Все из комиссионов, все в салютах. А в начале 70-х денег в семье не хватало. Борис еще не стал звездой. Мы когда еще только поженились, и нам дали комнату, сборочку, у нас не было ничего, ни вилки, ни ножа, ни ложки, естественно, все. И мы все покупали в комиссионке. Мы покупили наши первые тарелки, наши первые чашки. А крепнув, московские семьи начинали мечтать о стенке и комплекте мягкой мебели. И снова беготня по комиссионкам. В отличие от мебельных магазинов, где торговали новыми гарнитурами, и здесь было больше шансов на случайную встречу. Удача могла улыбнуться без изнурительного стояния в очереди. У них был такой отработанный прием. Привезли хорошую мебель. Она у них стоит, и они ценник не выставляют. Народ интересуется. А вот у вас, значит, вот стоит вот, ну, например, стенка, стоит стенка, а сколько она стоит? Говорит, вы знаете, к сожалению, мы ее еще не оценили. Но будет она стоить примерно столько-то. Ну, тогда мы с мужем понимающим и говорим, а можно ее вот как-то вот застолбить. Застолбить – это то же самое, что и попридержать. Только попридержать – это вовсе не выкладывать на прилавок. А застолбить – это пару дней не вешать ценник. И отгонять других назойливых покупателей. Беда мебельного магазина заключалась в том, что товар сразу поступал в зал. Вся остальная комиссионная торговля, она же начиналась с приемки. На приемку приносили в закрытых сумках, и никто не знал, что в этих сумках лежит. Вот. А у нас-то это сразу в зале. Нам как бы не спрятать ничего. Но тем не менее сотрудники мебельных комиссионок, а их столица в эпоху застоя всего было четыре, умудрялись зарабатывать огромные деньги. Их любимыми клиентами были гости с Солнечного Кавказа, которые приезжали в столицу на охоту за импортной горкой, которая называлась Десау. Они готовы были купить ее за любые деньги. Была семерка и девятка по количеству лепестков на стеклах. Все думали, что это антиквариат. А на самом деле Десау был ширпотребом, массовый выпуск которого наладили в ГДР в начале 50-х. Они стоили по прескуранту, ну, не помню, может быть, там рублей 300, может быть, рублей 400. Вот. Они их покупали, они их продавали там за 3 тысячи. Там, в Грузии. Это я точно знаю. А может быть, там и за 3-200. Сотрудники мебельных комиссионок смекнули, что можно еще заработать на сборке мебели и доставке покупателю. Монополистом рынка перевозок тогда было МОС-Трансагентство. Неповоротливая контора с высокими ценами. Взамен предлагался нелегальный сервис. Продаем, разбираем, довозим и собираем на месте. Комиссионка, это входило все в такую тревожно-полукриминальную орбиту. Комиссионка, ювелирка. Там отслеживали людей. Кто переходил какую-то грань, того, значит, все-таки изолировали или там находили статью. Поэтому комиссионка советского времени, это всегда звучало, так сказать, с неким подмигом комиссионом. Москвичка Татьяна Волошина была маленькой девочкой, когда рухнула счастливая жизнь ее семьи. Неожиданно исчез отец. Мама говорила, что он уехал в долгую командировку. Раньше им завидовали все соседи. Теперь в их взглядах было много злорадства. Сразу после отъезда отца из дома стали стремительно исчезать дорогие вещи. Хрусталь, картины, мамина шуба, японский телевизор. Только и потом позже узнала, что мама продавала все за копейки, чтобы от всего этого избавиться. И оказалось, что отец был не в командировке, а в тюрьме. И идет следствие. Отец Татьяны Владимир Петрович был товароведом в комиссионке. Зарабатывал, как Дима, изберегись автомобиля. Приемщик, когда он видит, пришел какой-то лошок, принес дорогую аппаратуру, он оценил ее в 2000 рублей. Тот согласился. Она даже на прилавку не выходит. Он вносит свои 2000 рублей, потом за 5-10 ее ставит. Официальная хроника тех лет фиксировала судилища над подобными товароведами, которых тогда называли спекулянтами. Взгреть цену в 4 раза. Позор для советского человека. От 3 до 7 лет. Тебя посодят, а ты не воруй. Владимир Петрович за год до того, как попасть за ОБХСС, получил партийный билет. Был, как говорится, на хорошем счету. И такое наглое нарушение правил социалистической торговли. Прокурор заявил, если бы он не был коммунистом, мы бы не судили его так строго. Предприимчивому товароведу дали 6 лет колонии строгого режима. Вот что успели продать, пока что следствие, на том мы с мамой и жили. Папе присудили с конфискацией. И если бы мы это не успели продать, то нам просто не на что было бы жить. Это все отошло бы государству. Из тюрьмы Владимир Петрович вернулся больным, разрушенным человеком. Семья стала для него чужой. На работу в систему торговли больше не брали. Утешением стала бутылка. Мама с папой часто ругались, недопонимание было полнейшее в семье. Ну и, в общем-то, на свободе папа прожил всего лишь 3 года. У него случился инфаркт. И в 52 года вообще не стало. Узнав эту историю, я теперь меньше смеюсь, когда смотрю «Берегись автомобиля». Очень жалко героя Андрея Миронова. Жизнь в таких новых советских была красива, но коротка. Бум комиссионных магазинов приходится на конец 60-х и середину 80-х годов. Вот этот небольшой период. Вот это бум. Почему? Потому что начали выезжать массово за границу. Кто? Оркестр Большого театра, ансамбль Моисеева, ансамбль Надежды Надеждиной, «Березка». Все артисты, которых выпускали на гастроли за рубеж, везли из дома сухую колбасу и супы в пакетиках. О том, как они варили их с помощью кипятильников в раковинах заграничных отелей, рассказано много. Задача была сэкономить суточные и обязательно купить за валюту какой-нибудь ширпотреб, одежду или бытовую технику. Все, что можно было потом выгодно продать в Москве. Магнитофон привез, и сдал его в комиссионный магазин. Сдал его в комиссионный магазин, я получил очень хорошие деньги. Я получил в два раза больше, чем я получал месячный оклад в театре. В 73-м Борис получил первую свою звездную роль в спектакле «Столивары» и вскоре отправился с ним на гастроли в ГДР. С собой у артиста были сухари и консервы. Валюту он берег для покупки дефицитных товаров. Мы были по войскам в Германии, в Потсдаме, да-да-да-да, и нас завезли на какую-то базу тоже. И вот по блату вроде нам, из-под полы вроде, со склада, точно-точно выдали эти Мадонны, вот эти сервизы. Пошловатый на современный вкус сервиз Мадонна был хитом всех комиссионок 70-х. Обеденный стоил 300 рублей, чайный – 200. В Москве Борис и его жена Татьяна несут Мадонну в комиссионный магазин. Занимает очередь к оценщику. Тяжелая коробка сразу привлекает внимание стоящей рядом женщины. «Ребята, а вы не Мадонну хотите задавать?» Мы говорим, да. Она говорит, а, я мечтала о Мадонне, я вас умоляю, сколько вы хотите, я у вас беру. Мы говорим, не знаю, нам сначала оценят пускай. Отстоя в длинную очередь, супруги выгружают престижный сервиз на стол приемщицы. Она, прикинув наживу, говорит, что стоит это 120 рублей. И на руки они получат минус 8%. Понятно, что она сама бы внесла деньги в кассу и выставила бы потом Мадонну уже рублей за 300. Разочарованные Борис и Татьяна уходят. Им снова попадается женщина из очереди. Вот, пожалуйста, 120 рублей. Давайте. Она говорит, вы знаете, у меня сейчас денег нет. Да? Ну, ничего страшного. Вы нам привезете их. Вот наш телефон, наш адрес. Пожалуйста, спасибо вам большое за то, что вы взяли. Мы ей ловим машину, она садится в машину, мы погружаем с удовольствием, Боречка грузит ей эту коробку. И мы такие счастливые, что мы продали Мадонну. И избавились от коробки, мы едем домой. Дома они садятся ужинать и все время смотрят на телефон, который молчит. Звонка от женщины, которая уехала в неизвестном направлении с сервизом, нет несколько дней. А они не взяли у нее не то, что расписки, даже адреса или телефона. И вдруг она звонит и говорит, ребята, вы в такое искушение меня вели. То есть, как вот остатки совести в ней взыграли. И она говорит, никогда больше так не делайте, не искушайте людей. Комиссионки стали первым бизнес-опытом для многих москвичей. И особенно активными сдатчиками были звезды спорта. Спартак в очередном матче... Игроки, к примеру, Спартака получали за ничью по 80 долларов каждый. А за победу 200. Сумасшедшие для советского человека деньги, которые футболисты, конечно, сразу тратили за границей на джинсы, футболки и жвачку. И привозили все это в Москву. Рубашки возьмешь, ну, одна тебе нужна или две там. А куда-то надо было продавать. Можно было и так продавать. Но мы уже стали знакомиться с комиссионными. Ансамбль Игоря Моисеева привыкли видеть только на сцене. Однажды во Франции игра Спартака совпала с гастролями ансамбля Игоря Моисеева, в котором почти каждый артист был настоящей докой в том, где можно было что-то урвать за границей, что продастся потом в три раза дороже в Москве. Они им показали, как на фабрике можно купить моток махера 15 грамм за один франк. Москву в то время захлестнула мода на махеровые кофты и олиповатые мохнатые шарфы. Москвичи готовы были покупать их у цыганок, невзирая на плохое качество и при этом огромную цену. Ну а если речь шла о махере из Франции, тут уж разум отказывался всем. Моток махнатых ниток стоил 15 рублей. Если бы Спартак выиграл, то на таможне команду обыскивать не стали бы. Но он проиграл. И наказанием футболистам стал тщательный досмотр. Из всех чемоданов попер махер. После этого махерного дела были, как всегда, партийные собрания, где чихвостили. И в конце концов ребята на год стали невыездными. И некоторые ушли из Спартака. Знаменитый нападающий сборной Советского Союза Игорь Численко как-то вез из-за границы, чтобы сдать в московские комиссионки, 60 баллоневых плащей. Попался с партии джинсов сам Валерий Харламов. И если бы они не были народными героями, могли бы угодить за решетку. Человек же ищет где лучше, понимаете, всегда. И хочется всегда людям жить лучше, чем есть на самом деле. Вот только за счет этого, собственно, люди жили, могли как-то более или менее соответствовать цивилизации. Ну, даже не цивилизации, а намека на цивилизацию. В «Берегись автомобиля» с Димой общается деловая дама, которую играет Галина Волчек. 50. 50? Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привезти. Италия. Да. Нужно попридержать. Телефончик оставьте. Хорошо. Она сыграла саму себя. В жизни Галина Борисовна тоже была завсегдатаем комиссионок. Профессиональная охотница за советским секонд-хендом. 3, 78, 45, 33. Пожалуйста, направо в кассу. Она одевалась лучше всех. Всегда. Даже в студенчестве, когда денег не было совсем. И никто бы не подумал, что все это с чужого плеча. В 60-е ее туфли и сумки вызывали оторы прохожих и шушуканье коллег. Она выискивала что-то под цвет точно. Она искала сиреневые туфли, потому что у нее было сиреневое платье и сумочка. И она где-то очень дешевые, с браком, на витрине нашла. Один туфель нашли, другой никак не могли отыскать. Но все-таки отыскали, понимаете? Но сиреневые. Галина Волчек считала, что ее подруга Людмила Иванова одета очень плохо. И совсем не похожа на артистку. Она насильно таскала ее по московским комиссионкам и искала ей эффектные наряды. Я помню, что она мне отыскала костюм бирюзового цвета. И я была очень счастлива, потому что он был дешевый совсем. Но пили еще туфли и что-то еще в комиссионном магазине прикупили. Это спасало комиссионные магазины, где были вещи, если недорогие, заграничные, но надо было уметь их увидеть. Вот у нее огромный был талант. Она всегда видела это. С большим или меньшим успехом комиссионке шерстила вся богема Москвы. Хотелось часто менять эффектные наряды. Но где же взять столько денег? Комиссионка была на Сретенке. Комиссионка была на улице Герзана, значит, на Никитской. И как только появлялись какие-то деньги, сразу в комиссионку присматривать. Ну, знаете, посмотришь вещичка вроде неношеная. Понюхаешь, вроде такого нету запаха старого. Да еще и подешевле, да еще и подходит. Мы покупали очень много в комиссионке. Даже в знаменитых «Голубых огоньках» многие наши звезды выступали в нарядах с чужого плеча. У каждого популярного артиста был свой человек в какой-нибудь комиссионке. Но это держали в большом секрете. Не буду называть имен, но я должен сказать, что в нашей профессии дикторы, которые поражали необычными нарядами и чистотой их смены, хоть считалось, что два костюма в год тебе шьет телевидение, никто из нас не мог себе позволить, если ты чего-нибудь стоил, если ты работал, у тебя были концерты, чтобы ты был востребованный, как тебе принято говорить, чтобы ходить в одном и том же. В одном и том же? А где? Купить негде. А что, комиссионки закрыли, говорили друг другу? Галина Волчек находила прекрасные вещи в комиссионках для себя, для своих подруг и для мужа Евгения Евстигнеева. И поэтому он тоже считался одним из самых элегантных мужчин Москвы. Комиссионка сыграла особую роль в жизни этого великого артиста и после его смерти. Эту историю рассказала одна из популярных газет последняя жена Евстигнеева, Ирина Цивина. Когда они поженились, артисту было 55, а ей всего лишь 20. Ирина Цивина стала последней любовью артиста. Вчерашняя студентка театрального училища, недавняя провинциалка, которая так плохо одевалась, что пределом мечтания ее была любая самая страшная вещь из комиссионки. Да, практически мороза входила в таких босоножках матерчатых, на танкетке. И я уже стала надевать, их обувать на шерстяные носки. Вот до такой степени у меня нечего было носить. И денег не было. И вот как-то я накопила денег, и у кого-то еще и заняла. И мне сказали, что на улице Герцена есть замечательная совершенно комиссионка. И вот я помню этот день, когда холод страшный, и я покупаю в этой комиссионке совершенно стоптанные темного зеленого цвета сапоги. О, это было просто кайф. Влюбленный Евстигнеев сразу обращает внимание на то, что Ирина плохо одета. Ему хочется, чтобы любимая женщина выглядела лучше всех. И он идет в комиссионку, где у него давно были большие связи. И для любимого артиста придерживали самые лучшие вещи. Первый подарок, который мне сделал Евгений Саныч Евстигнеев, это были сапоги. Принесенные или привезенные сапоги югославские, на цигейки, на танкетки. Потрясающие зимние сапоги. За которыми просто, наверное, люди стояли в очередях. И то, я думаю, они не доходили в свое время до покупателя. А потом Евгений Евстигнеев начал баловать молодую жену красивыми украшениями, многие из которых он тоже нашел в московских комиссионках. Они не были дорогими, но всегда отличались оригинальностью. Вот такой комплект, да. Это комплект. Комплект из фенемти. Комплект из фенемтия. Вот. Который... Вот мое богатство. Которое мне после обручального кольца досталось от Евстигнеева. Евстигнеев умер в лондонском госпитале, где лечил больное сердце. Рядом была Ирина. Вернувшись в Москву, она решает судьбу его вещей. Его сыну Денису в память об отце Ирина отдала коллекцию царских монет и видеокамеру, забыв вынуть из нее кассету с записью ее последней поездки с Евстигнеевым в Ленинград. Денис отнес камеру в комиссионку, не посмотрев, что находится внутри. Уникальные личные съемки попали в руки абсолютно чужих людей, которые кассету отдать не захотели. И такого в истории комиссионок было много. Шкаф, который сдали вместе с Макаровым. Генерал поссорился с супругой имущество делили в затмении рассудка. Забыл. А за такое в то время была статья. Были костюмы, в карманах которых лежали запрещенные доллары. Кофточки с забытыми дорогими кольцами. Часто люди сдавали вещи в комиссионки в каком-то затмении, почти что в истерике. Поскорее бы избавиться, продать и забыть. Когда просто привозили шкафы, вот он закрыт, ты его открываешь, а там все висит. Там шубы висят, там эти висят, значит, костюмы там. Ну, я не знаю, как люди, они просто, видимо, торопились. Кто-то, может, умер, раз, закрыли и повезли. Им главное квартиру освободить. Человек уходит, но вещи, которые его окружали при жизни, продолжают хранить его тепло. Это молчаливые свидетели всех его страниц биографии. Они знают слишком много и больше, чем просто шкаф, пальто или кресло. Именно поэтому многие люди боятся делать покупки в комиссионках. Им кажется, что они покупают предметы, несущие чужую энергетику, что они впускают в свою жизнь что-то неведомое, не свое, уже не в материальном смысле. Очень многие принципиально действительно это не носят и говорят, я ни за что не одену вот вещи с комиссионки, потому что ее кто-то носил. Есть коллекция дамских нарядов, в основном, конечно, середины 20 века. У дочери Надежды Юлии есть удивительное платье. Она купила его не для того, чтобы носить, а скорее как произведение искусства. Сейчас это называется винтаж и стоит огромных денег. Вот как раз вот это вот платье сшито в советском ателье, которое в народе называлось Микояновским. Из совершенно потрясающего материала. Сейчас такого материала тоже нет. Микояновское ателье находилось на Кузнецком мосту и обслуживало высшие слои партийной элиты. Это был маленький дом моделей для жен высоких лиц и тех, кто смог к ним приблизиться и хотя бы на какое-то время стать богачами по-советски. Тоже мы пришли в комиссионный магазин и там очень пожилая женщина только-только принесла свое свадебное платье. Свадьба была в 1953 году. Замуж эта женщина выходила за заместителя министра тяжелой промышленности. Это был богатый человек по тем временам. Но по сравнению с нынешними платьями жен таких фигур это очень-очень скромно. Выдающимся был только факт, что оно сшито на заказ, то есть было в единственном экземпляре. Она такую трогательную историю рассказала, что ей как раз должно было исполниться накануне 80 лет. Это ее свадебное платье, в котором она выходила замуж за своего обожаемого мужа, с которым она прожила 55 лет, душа в душу. Что же заставило ее расстаться с реликвией, которую она хранила полвека? Ответ очень грустный. Бедность. Когда она стала вдовой, жизнь сразу стала сначала экономной, а потом и вовсе унизительной. Многие вещи в комиссионках, как и в ломбардах, с печатью чужого несчастья. Берешь какую-нибудь фазу и думаешь, почему хозяин расстался с подобной красотой. Что случилось, раз пришлось продавать предметы, которые годами стояли на полке шкафа? Но есть чужие вещи, которые приносят в дом радость и позитив. Как, к примеру, этот буфет. Еще одна вещь семейства в Довинах. На эту красоту семья когда-то грохнула все сбережения, да еще заняла у родственников. Вот мой муж, он потом где-то неделю, наверное, сидел вот там вот на кухне, на табуреточке, так смотрел на него. Неужели это у нас? Неужели это у нас в доме? Как только буфет воцарился в этой квартире, стало понятно, у него есть чудесное качество. Он притягивает деньги. Видимо, принес с собой энергетику какого-нибудь удачливого купца 19 века. И вот мы выложили на него вот абсолютно все, вот в буквальном смысле до копеечки. Вот, и интересно так, что буквально там на следующий день или через три дня нам стали звонить какие-то заказчики, вспоминать про какие-то долги, что-то нам отдавать, какие-то появились, какие-то такие, ну, быстротечные какие-то работы. За как быстро-быстро-быстро мы это все, всю потраченную сумму практически собрали. С тех пор в семье появилась традиция. Все заработанные деньги кладут обязательно в буфет. И кажется, что там они размножаются. И вообще от этой старинной вещи в квартире очень хорошая энергетика. Ну, как-то появилась, мы ее почувствовали как-то очень так явственно. Сегодня полно магазинов, в которых продают антиквариат. Но комиссионками эти пафосные салоны уже никто не называет. Комиссионных магазинов вообще осталось немного. Москвичам не нужны поношенные вещи. И процветают лишь комиссионки, куда сдают одежду очень богатые люди, которые покупают платье за 200 тысяч рублей и надевают его лишь раз. Мы очень часто своих клиентов можем слышать по телефону, когда люди говорят, что там и водитель подъедет. Пожалуйста, оформите вещи, оцените их. Можем не знать, не видеть в лицо своих клиентов и их данных. Собственно, это и не важно. Вещи, купленные на неделе мод в Париже, вчерашние коллекции самых именитых дизайнеров, богатые модники беспрерывно бегают по дорогим магазинам, но не может же гардеробная занимать полдома на Рублевке. Комиссионка элитной одежды благородно подставляет им свое плечо. О, я такое в журнале видела! А давайте посмотрим его поближе. Катя работает в фирме, торгующей кормом для рыбок. Скучная работа серой будни маленького офиса. Недавно дали премию, и она решила купить себе вещь, которой у нее быть не может. Эта сумочка стоила когда-то 70 тысяч рублей. Посмотрите, посмотрите. Как классно смотрится, очень здорово, да. Все эту роскошь можно купить за 30% от первоначальной стоимости и почувствовать себя очень богатым человеком. Сегодня комиссионки торгуют иллюзиями и покупают москвичей их охотно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова